есть люди которые мотивируют только чувством страха я одна из них как сделать это продуктивным не доводить себя до негатива дело в том что страх является поражением страх это карма я об этом говорю на своей первой ступени или в своей первой ступени об этом говорю и часто об этом повторяю вы понимаете чем отличаются успешные люди от неуспешных чем отличаются люди которые добились чего-то от людей которые ничего не добились почему путина наполеон маленькой берлудской не маленького роста на эти вопросы все можно ответить и включая ваш вопрос почему я довожу себя до негатива у меня много страхов одним ответом дело в том что страх это элемент человеческой мотивации и преодолевание своих страхов является элементами достижения вот смотрите родители боялись они этот страх передали вам а вы хотите чего-то большего в вашей жизни что вам необходимо сделать для того чтобы в жизни что-то произошло прежде всего вам необходимо преодолевать страх а чем же можно преодолевать страх страх преодолевается действием то есть боишься делай не хочется делай боишься позвонить звони боитесь встретиться встречайтесь боитесь зайти зайдите почему если вы видите красивую обертку виде президента российской федерации или президента италии то вы должны знать что эти люди невысокого роста и как правило исходя из них из их внешних параметров как бы исходя из идеи конкуренции не очень конкурентно способны и на то время когда они были молодыми я могу сказать что скорее всего они были более бесстрашными то есть у этих людей были скорее всего решения которые были нестандартные и были быстрые то есть они принимали решения они шли наперекосяк своим страхом это точно потому что каждый человек который тысячу раз перейдет через свой страх вот допустим что разделяет вас неуспешного человека с тем успешным и богатым человеком который будет жить в будущем вам необходимо на протяжении одного года тысячу раз преодолеть свои страхи то есть вы боитесь это сделать сделайте вы боитесь позвонить звонить и вы боитесь связаться свяжитесь вы боитесь написать напишите вы боитесь запустить запустите вы боитесь и так далее это все вы боитесь является помехой которую необходимо вычленить и преодолеть как не доводить себя до негатива для того чтобы не доводить себя до негатива необходимо его не искать потому что очень часто человек как пылесос начинает собирать любую информацию на которую он подписан в социальных сетях вы должны знать как говорил в свое время лурия знаменитый психолог который преподавал в санкт-петербурге как говорит допустим современные какие-нибудь там есть психологи черниговская допустим как бы об идеях нейросети говорится о том что у человека есть некие собирательные воспитательные образы которые он нарабатывает на протяжении извините которые он нарабатывает на протяжении там короткого времени или длинного времени вот смотрите как это устроено я допустим когда был молодой приехал к одному мужчине у меня только начинался бизнес я приехал вернее начинал этот бизнес он был связан с расфасовкой химических компонентов всевозможных называлась эта компания здоровья детям и такой был у меня шутка такая была и я собирался этим заниматься я нанял троих специалистов которые работали в мной ориентованном складе где мы покупали больших литражах химические реактивы после чего их разделяли там на маленькие порции там по 100 грамм по литру по пол литра и после чего это продавали этом оптом и в розницу и так далее на это на разнице это и получался за получалось зарабатывать деньги это был один из первых моих бизнесов очень давно было и на меня работало три человека это были мои знакомые друзья которых я убедил начать работать вместе со мной немного я им платил работа была вредная условия не было хороших это были 90-е годы и я по приглашению одного своего знакома приехал на подобный бизнес к лив к нему и увидел как он ведет бизнес он вышел к своим работникам и начал их оскорблять начал кричать надо быстрее пошел вон и так далее то есть я до этого не знал что можно так себя вести поэтому он меня обучил этому то есть я до этого никогда не знал что можно вспыхнуть и ненавидеть или вспыхнуть и кричать на кого-либо ну и я подумал что я могу этому обучиться ну вот на второй день я утром пришел и кто-то из этих людей как-то себя повел и эта ситуация была типична той ситуации которую я видел у своего товарища и научившись у него я точно так же вспыхнул завелся накричал на этого человека обматерил его после чего они поговорили между собой и уже до вечера у меня не было ни одного сотрудника то есть они все вместе собрались и ушли а когда тогда еще не было телефонов сотовых я позвонил по обычному телефону я говорю а куда вы делись он говорит мы не хотим с психически больным человеком работать ты больной мы с тобой не хотим работать к чему я это говорю дело в том что безобидные социальные сети которые вы посещаете и делаете это очень часто они моделируют поведение которое не свойственно поведению вашему очень часто допустим девушка молодая которую вырастили очень благородные хорошие родители которая знает точные науки которая в общем-то хорошо выглядит начинает смотреть instagram страницу или там тик ток страницу или youtube страницу где она обращает внимание на поведение тех людей которые выступают там возможно под личиной общей красивой этикетки которые преподносятся этими людьми возможно это специально смоделированные ситуации каждый хочет хайпануть или каждый хочет набрать аудиторию возможно вы знаете как я недавно говорил один мужчина говорит мне очень не нравится когда женщины ходят оголенными или очень сильно оголенными по улице потому что это мешает мне жить почему они так делают я ему говорю понимаешь дело в том что они хорошие эти женщины просто они смотрят на инстаграм страницы тех людей кто снимает себя оголенным для инстаграма не понимая что это для инстаграма что в жизни они скорее всего по улице так не ходят но те люди которые смотрят чужую жизнь они это воспринимают как идею для того чтобы жить повседневно и одевает на себя эту ситуацию допустим женщина в инстаграме выкладывает свои полуоткровенные видео или фото и они думают что она ходит в повседневной жизни именно так и начинают себя вести в повседневной жизни принимает а за традиционное поведение успешного человека который на самом деле просто хайпанул ну и так же происходит в большинстве своем когда человек начинает получать информацию в интернете она может в вас влазить если можно так сказать или заполнять ваши нейросети ввергаясь или вторгаясь в ваши поведенческие и в ваши идеологические создавая ваше поведение и вашу идеологию вторгаясь в ваше намерение и в ваши в общем-то в вашу жизнь внедряясь в эту жизнь таким образом глядя допустим на людей которые ведут себя неадекватно вы сами того не замечая можете подчеркнуть какие-нибудь элементы поведения которые в дальнейшем могут у вас проявиться это для вас будет тоже внезапным но очень часто это происходит по принципу просто незаметного такого искажения так человек который на ночь смотрит instagram допустим хорошая жена хорошего мужчины и попадаются допустим какие-нибудь реакции кого-либо на что-либо и после чего она эти реакции начинает внедрять или они внедряются как опасные реакции на поведение людей находящихся рядом с ней допустим вот помните были советские помните был такой фильм который назывался один дома в этом фильме оставили ребенка одного дома и этот ребенок он начал произносить слова которые реагировали на какие-то события это были слова вау то есть он начинал говорить вау вот это да вау так вот в свое время когда этот фильм появился я обратил внимание на то что все мои племянники которые тогда находились рядом со мной а также большинство моих близких друзей которые видели этот фильм начали применять это слово но вид в русском языке этих слов же тоже очень много вот это да потрясающе супер и так далее то есть этих слов достаточно для того что вау можно сказать и вот эти слова вау и слова которые переводил которыми переводил переводчик и которые они видели с экранов они независимо от человека внедрялись и становились их поведением также происходит у нас мы смотрим видео без разбора смотрим тик ток instagram youtube смотрим кинофильмы и поведение тех людей которые проявляются в виде поведения на экране она интегрируется и деструктивно большинстве своем может влиять на вас именно поэтому я бы хотел ответить на ваш вопрос как не доводить себя на них до негатива не смотрите ничего негативного смотрите программа о бабочках а животных смотрите программа о том как прекрасен мир не смотрите политические аналитические не смотрите там соловьева киселева не смотрите какие-нибудь программы где рассматриваются сплошные если не сплошные проблемы людей смотрите что-нибудь позитивное я понимаю что вы нацелены на то чтобы смотреть негатив не будьте пылесосами негатива не обращайте на это внимание старайтесь быть более позитивными я Я стараюсь каждый вечер проводить для себя такую медитацию. Когда я начал ее проводить, я начал для себя проводить некий такой индивидуальный.